Нина Гусева каждой квитанции за коммуналку ждёт как лотерею. Повезёт, не повезёт. Метраж её комнаты в общежитии то увеличивается, то в следующем месяце внезапно уменьшается. Причём два раза. Каждый раз приходится разбираться. То получается я переплачиваю за что-то, да, ещё мне компания должна. То в следующем месяце, оказывается, я уже должна этой компании, так как я не оплатила ту сумму, которую в прошлом месяце они мне должны были. И, в общем, приходится каждый раз с этим разбираться, где-то искать какую-то правду. Сверяем счета. В январской квитанции закап-ремонт площадь комнаты 20,5 метров. В другой – 23,5. В третьей – так вообще 54 метра. И подобная ситуация у большинства жителей домов 8 и 8А по улице Белоконской. С 1 января их комнаты выросли в полтора раза, а, соответственно, и оплата за коммуналку. Нам пришли квитанции за коммунальные услуги. Вот мы проживаем. У нас комната 18 квадратных метров. Нам принесли квитанцию 30 квадратных метров. Ничего, никаких комментариев, ни предупреждений, что, например, там с 1 числа будут такие услуги нам предоставляться. Ничего. Как бы нам просто объяснили, что наш дом стал коммунальной квартирой. И всё. Заржавевшая сломанная плита на кухне, обшарпанные стены и гнилая проводка в коридоре, развалившаяся плитка и свисающая из потолков ошмётки в ванной – всё это теперь собственность жителей. Но ведь у некоторых сделана и узаконена перепланировка. Есть своя кухня и санузел. Зачем им получается платить за квартиру в квартире, задаются вопросом жители. Оказывается, теперь, переступив порог этажа в этом общежитии, вы попадаете сразу на жилую площадь. Управкомпания внесла всё, что есть на этаже в имущество собственников. Но вот согласие жителей платить за никем неиспользуемую, по их словам, площадь, никто не спросил. Вот эта кухня, общая кухня на втором этаже. Просто показываем, за что хотят брать деньги. Ремонт, я не знаю, когда последний раз он был. То есть здесь никогда не менялись плиты. Ими никто не пользуется. Люди уже привыкли готовить у себя количество квадратов. Непонятно. Такое ощущение, что у нас как будто кухня 50 квадратов, сушилка 50 квадратов, коридор. За разъяснениями мы обратились в МКП ЖКХ города Владимира. Именно эту правкомпания обслуживает дома на Белоконской. Оказалось, что общежитий по жилищному кодексу вообще с 2006 года не существует юридически. Но спорный вопрос возник лишь в 2014, когда стали появляться юридические и финансовые сложности. А кто теперь должен обслуживать бывшие общежития? Какой у них статус? На что имеют право собственники? И кто будет платить за коммуналку? За разъяснением юридической коллизии муниципальную правкомпания обратилась в Минстрой страны. А там вот что ответили. Коммунальная услуга в общежитиях коридорного и блочного типа начисляется за жилое помещение с учетом вспомогательных помещений. Они применяют право по коммунальной квартире. Коммунальные квартиры. Так как законодательно не подкреплено сейчас определение площади по оплате за содержание текущий ремонт, в данном случае мы имеем право применять аналогию права. Получается, по аналогии права, общежитие превращается в коммунальную квартиру. А значит и все, что внутри этой квартиры, так называемые вспомогательные помещения, обслуживать должны собственники. Но касается это только тех, у кого в договоре о приватизации написано, что там входят в их собственность еще и места общего пользования. Если такого договора нет, либо в договоре нет этих площадей, то в таком случае мы выдавали предписание о перерасчете по площади именно комнаты, которая указана в свидетельстве права собственности, которая указана в договоре о приватизации. Получается, в каждом конкретном случае нужно смотреть договор, были ли в момент приватизации включены вспомогательные площади в собственность. Если нет, то смело требуйте перерасчета. Но, как говорят в управкомпании и жилинспекции, лучше наоборот. Оформить документы на присоединенную площадь, а значит и продавать, например, можно будет уже не 20 метров фактически жилой площади, а 30 метров юридической. Но вот нужны ли кому такие метры? Алексей Соков, Артем Горчаков, Евгений Токарев и Константин Миронов. Шестой канал.